Прежде чем начать ролик, хочу сообщить вам, что в связи с нынешней напряженной ситуацией, велика вероятность, что всеми нами любимый YouTube может стать для нас недоступным. Поэтому предлагаю временным пристанищем выбрать Telegram. Я заинтересован выкладывать длинные видеоролики. И во всей этой неразберихе пока не ясно, какая платформа подходит для этого наилучшим образом. Пока этот пост в разделе «Сообщество» еще актуален, обязательно ознакомьтесь. Не буду вас больше томить, все ссылки в описании, надеюсь, не потеряемся. Как можно догадаться, Масленица прошла скромно. На самом деле удивительно, что вообще не отменили, как, например, это сделали в соседних районах. Гостей было не так много, ну и, соответственно, у Рамыча не получилось реализовать весь объем изделий, которые он подготовил в этом году еще и в удвоенном количестве. Осталось как минимум половина. Да, времена непростые. На YouTube монетизацию отключили вообще полностью. TikTok пока тоже завернулся. Намечаются очень смутные перспективы. Благо, в конце прошлого года я устроился работать на мясную фабрику миниатюрной живописи. Оформился как лакировщик. Но лакировка – это всего лишь часть того, чем я здесь занимаюсь. Короче, с голода не сдохну и уже хорошо. Так, ну че, начнем с того, что фабрика производит шкатулки и панно со сложнейшей миниатюрной живописью. Мы еще к этому обязательно вернемся, но для начального понимания этого вам вполне достаточно. Расписывают, понятное дело, художники, а я в этой цепочке занимаю место подготовителя заготовок. Ну, то есть я беру полуфабрикат и довожу его до такого состояния, чтобы его можно было отдать художнику на роспись. Самое интересное, что это панно так-то не из дерева. Это прессованный картон, типа папье-маше. Конкретно эти у меня пролаченные, и я подготавливаю их для грунтовки. Короче, шлифовка это одна из основных задач, которая стоит передо мной. Остальное, чем я здесь занимаюсь, это покрытие изделия разными составами. Пойдемте покажу. Отправляемся в лакировочный цех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед процедурой заготовку желательно нагреть. Зацените, какие тут серьезные печки. Да и вообще, обстановочка мое почтение. Такой привет из девяностых, что лично мне дико вкатывает. Ну, вы же знаете, как я люблю по всяким заброшкам лазить. Так вот, здесь я чувствую себя как рыба в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столько всего еще хочется вам рассказать. Но интуиция подсказывает мне, что ролик нужно выложить как можно быстрее. Сегодня. И пусть даже и незаконченный. Если у нас больше не получится встретиться здесь, то продолжение будет ждать вас в Телеграме. Давайте. Надеюсь, еще увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА